На Анапской таможне работает всего 10 человек. В зоне ответственности – Международный аэропорт Анапа и Морской порт, который также открыт для международных сообщений. Все сотрудники – люди высочайшей квалификации с огромным опытом работы. Наталья Калачева работает на таможне уже третий десяток лет. Считается одним из лучших сотрудников. Причем в ряды этой структуры попала совершенно случайно. Устроиться по специальности было невозможно в 1994 год, работы не было. И появилась возможность устроиться со своим экономическим образованием. Вот поэтому я сюда пришла. Все как бы прозаично довольно звучит. Не потому, что у меня какое-то призвание или я сюда стремилась. Я совершенно не знала этой работы, которую должна была выполнять. И взяли меня на работу в бухгалтерию, потому что я по специальности бухгалтер. Но потом все изменилось за это время. И я освоила много-много самых разных участков работы. Сейчас я занимаюсь оформлением воздушных судов на международных авиарейсах. Оформляю морские суда в Анапском морском порту. За 9 месяцев 2016 года Анапским таможенным постом было оформлено 148 деклараций на товары общей стоимостью более чем на 11 миллионов долларов. Особый контроль уделяется пассажирам, которые прилетают на зарубежных рейсах. Проводится тщательный досмотр каждого. Современные технические средства позволяют делать эту процедуру оперативно. При этом максимально контролировать содержимое багажа. Из каких-нибудь крупных задержаний, задекларированных товаров, это были у нас иконы, которые пытались вывезти в Грецию, которым Министерством культуры призваны исторической ценностью. Решением суда они переданы были государству. В связи с реконструкцией Анапского аэропорта количество авиарейсов существенно сократилось. Основная нагрузка под досмотр воздушных судов легла на плечи краснодарских таможенников. У Анапских же сейчас главное направление – отработка и контроль грузов, доставленных в Краснодарский край по Черному морю. Новороссийская таможня является старейшей на юге России, является одной из крупнейших таможен Южного таможенного управления. Занимает первое место по стоимостным и весовым показателям внешней торговли. Таможня относится к категории пограничной. Протяженность таможенной границы вдоль береговой линии составляет 164 километра и углубляется на 12 морских миль в Черное море. Регион деятельности Новороссийской таможни охватывает юго-запад Краснодарского края, включает в себя город Новороссийск, Анапский и Геленджийские районы. В структуру у Новороссийской таможни входят 6 таможенных постов. Один воздушный, четыре морских, один автотранспортный и 41 структурное подразделение. За всю историю существования таможенники вписали немало ярких страниц в историю страны. И Анапский пост занимает достойное место в системе таможенных органов Юга России.